Морской отдых Морской отдых Морской отдых Смотрим через их призму, через их сведение, точность, скорострельность, подкалиберные снаряды, которые летят гораздо быстрее. И нам кажется, что этот танк из себя ничего не представляет. Но вы просто обратите внимание на ту же стабилизацию, которая, конечно, на 10 уровне абсолютно не выделяется. Но в то время, когда ты катался на танке 9 уровня, у тебя был такой маленький круг, который тебе позволял просто от бедра в аркадном режиме попадать на ходу с любых мест. Такой круг действительно стоил очень много и за это Паттона уважали всегда. А обзор прибавлял к этому кругу замечательную возможность стрелять на дальние расстояния. Он был самым зрячим танком в игре в свое время. Никаких тебе батчатов, леопардов, барабанов, углов вертикальной наводки на уровне, что лишало возможности всех конкурировать с этим замечательным танком. У него единственного получалось высунуть башенку из-за холма, быстро стрельнуть или же просто посветить. И 5 артиллерий, которые были раньше, аннигилировали все вокруг. Но все это было под силу только опытным игрокам. И порог хода был довольно-таки высокий. Если у тебя не было несколько топовых танков в ангаре, ты не знал механики, не знал, как использовать то или иное преимущество. Своё, например, бронирование, свой обзор, углы вертикальной наводки. Ты ничего на нем, собственно, сделать не мог, так как бронирование тебе где-то не позволяло. Ты подставлял свою нежную корму и борта и загорался буквально с двух выстрелов прямо в баке в задней части. И от этого отнюдь он хуже не становился. При виде Паттона ты понимал, что перед тобой действительно скилловый игрок, который не боится сложности. Он понимает, как работает то или иное преимущество. И его нужно как-то прессинговать, пытаться выбивать его с его привычных удобных мест, где он тебя высвечивает и не даёт тебе, собственно, жизни. И что самое интересное, на сегодняшний день я убедился в этом за сутки игры на этой машине. Он по-прежнему такой же опасный и никто не знает, как с ним толком бороться. Они видят башню, пытаются в неё попасть и при попадании этот снаряд уходит или в маску, или же в рикошет. Вы сами видите, какая обтекаемая форма здесь. Прикольно, что нету никаких уязвимых мест, никакого тебе большого лючка. Быстро высунуться, практически не тратить время на сведение, нанести повреждения и откатиться безнаказанно. Это замечательно, это преимущество, которое даже СТБ-1 не может себе позволить. Он должен и свестись долго, и уличок у него весомый есть, впитывая все снаряды, которые в него залетают. Да и противники там куда сильнее ПТ-10. Попробуй увернуться. А у нас, обратите внимание на баланс, и вы всё сразу сами поймёте. Да и вообще очень приятно, что разработчики наконец обратили своё внимание на этот танк. Всё-таки старые танки немножко устаревали на фоне новых, и мы понимали, что где-то они не дотягивают. Тот же Type-61, у него 258 пробития, подкалиберные снаряды на 9 уровне и скорость перезарядки 8.25. Да, пусть там ДПМ немножко ниже, но ребят, все показатели просто зашкаливают. Даже Центурион-1 и то остался далеко позади них, не говоря уже о Леопарде Порше. Теперь после аппа Паттон действительно пришёл к своему идеалу. И что самое интересное, он как будто застрял в прошлом. Вот сутки напролёт на нём играли, и я почувствовал, что никакая голда, никакая физика, артиллерия на меня абсолютно не влияют. Так как если увидели, увидели какое-то филейное место у этого танка, его обязательно пробьют. То есть ты сам сделал ошибку. Стрелять туда хоть ББшкой, хоть голдой, хоть подкалибером, по-любому тебе наносят повреждения. Но если ты грамотно высовываешь только башенку, ты высвечиваешь благодаря своему обзору, используешь отлично свои углы вертикальной наводки, ничего не помеха. Никто не знает, как с тобой бороться, как противодействовать этой обычной, казалось бы, машине. С 218 мм пробития бронебойным снарядом, который летит по баллистической траектории, летит очень долго. То есть нужно опять по-новому учиться играть, брать хорошее упреждение, вспоминать, куда пробивать там эти девятки, самые бронированные, типа Е75, как обойти ИСа-7, как кого-то закружить. Ребята, это действительно то прошлое, которое мы все так любили, которое мы помним и будем помнить всегда, где ты не можешь разобрать тяжа в лоб. Ты должен его обойти со стороны, знать точки прострела, начинаешь его крутить вокруг, назад отъезжаешь, вперед, как ты его обманываешь, приждываешься к нему поближе, сбиваешь ему гусеницу. В общем, воспоминание непередаваемое. Пусть даже я загоняю себя в эти условия искусственным образом. Да, я мог бы зарядить там подкалиберные снаряды, как советуют мне мои некоторые друзья, статодрочеры, говорят, что вот, зачем ты мучаешься, заряди себе голду, да пробивай всех в лоб, куда там нужно крутиться, зачем что-то выдумывать. Но это же неинтересно. Интересно получить вот это удовольствие, вот эту эмоцию, воспоминание, и это все паттан дает. Даже 54-ка уже превратилась вот в эту новую обитель зла, которую разработчики так долго пропагандируют. Заряжайте голду, берите более слабое орудие, но с хорошим бронепробитием, и ехайте, расстреливайте всех вокруг. Паттан по-прежнему остался стареньким, добреньким, интересненьким, с возможностью подымать гусеницы за 4 секунды. Я думаю, если вы играли раньше, вы помните этот момент, доворачиваешь корпус, тебе попадает гуслю, и ты просто радуешься, так как понимаешь, что это вообще не наносит тебе никакого ущерба. Ты через 4 секунды уже на полном ходу несешься добивать свою жертву. На 10-м же уровне понимаешь, что вот 62-ка, она будет тебя садить на эту гусеницу каждых 5,5 секунд, артиллерия уже на тебя сводится, ПТ-шечка доворачивает свой корпус, и вот-вот-вот еще секундой ты отправляешься в ангар, если, конечно, не используешь ремкомплект. Этот бой у нас подходит к концу, сейчас посмотрим результаты, и после него сразу же перейдем к еще одному небольшому интересному бою, только уже с парочкой десяток. Значит, второй бой у нас проходит на карте Южный берег. Мы с Хайландером сразу же заскакиваем здесь на центр, занимаем укромную позицию, и начинаем уже ждать действий от врагов. Первым засвечивается Хомяк, он уже подъехал к нам сюда вниз, я ему по скайпу говорю, быстренько давай мы его сейчас забреем, пусть отправится в ангар, еще у нас тут семерочка, как раз нас прикроет, все замечательно, давай как-то его объедем с двух сторон. И Хомячок начинает даже ехать вперед, ничего не боится, Миша его никак не смущает, я выезжаю ему сзади, и пум, Миша сразу же выезжает, так как там опасности нет, ему еще раз пум, и я в последний разочек спокойно его забираю. Вот так вот ребята летом отдаются. И Конкверон тоже отправляется в ангар, то есть нашу семерку разменяли на две девятки. Довольно неплохой результат, все хорошо, я думаю, дед бы там много из себя не представил, как раз то, что надо, он в этом бою и выполнил. Но по-прежнему нужно опасаться, у них осталось еще три невероятные ПТшки, хэвик, который доставляет кучу проблем, если быть неаккуратным, допустить ошибку, Паттон эту ошибку явно нам не простит. Мы не можем как 54 куда-то заныривать, как-то там играть от брони своей серьезной, мы играем от холмика на открытых картах, где все перекопано, где наш обзор может доставать как можно дальше, прямо засвечивать до самой последней габаритной точки на вражеском танке, вот там нам чувствуется прекрасно. А если мы пойдем в какой-то Ласвель, вот там все гораздо хуже, там неприятно, УВНы мало где можно применить, нужно ехать в город, нужно его как-то давить против всяких Е100, Е75, там беда печать. Потому, ребятки, лучше попадать на вот такие вот всякие открытые карты. Тем более, вы видите, да, мы встали себе, спокойно откатились назад, высунули только чуточку нашу башенку, светим всех, мы всех видим, 450 метров с просветленной оптикой обзора нам хватает за глаза, своего 410. В общем, никто от нас никогда не скроется. Я вас уверяю, если вы будете выезжать, и враг будет где-то в кустах, и вы будете в кустах, вы его заметите зачастую раньше. Пусть он даже будет неподвижен. Здесь спокойненько накидываю себя, отстреливаясь по ребятам, которые стоят бортом. То есть, они ничего не могут нам сделать, Центуриончик там как-то крутится. Видите, даже попасть в нас, и то для них большая проблема. А это девятки, девятки. С десятками, конечно, будет немножко сложнее, но все равно. Девяток мы разбрасываем без проблем. Все решает в нашей игре позиция. Уже неоднократно это повторялось, и все это, кто давно, по крайней мере, в игре, это прекрасно понимают. Тут засвечивается Ягдпанзер Е100. Я понимаю, что НЛД у него для нас недоступен, но по-прежнему у него есть такой маленький замечательный люк, куда 218 бронепробития хватает за глаза. И попадаем мы за эту вот такую вот мелкую проказнь. Попадаем под обстрел Центуриона, у которого эта гадская башня, если мы не попасть в уши, то, в принципе, его пробить с нашим пробитием особо шансов мало. И тем более, он нам выбивает механика-водителя, я его не чиню, так как нету смысла. Мало ли, сейчас еще раз туда попадет нам ВЛД и опять его выломает. Потому что жду до конца, жду, чтобы его уже наконец-таки сбрили. И тут моментально засвечивается Хэвик. Сразу же пятерка, чиню себе мехвода, начинаю уходить вперед. Я понимаю, сзади меня 1600 урона, он по-любому меня забирает с барабана. Выскакиваю на ВТ, он отстреливается мимо. Хэвик сзади напирает, говорю, Миша, спасай! У меня паника, адреналин там подскочил. Короче, еду вперед, отстреливаю по ВТ. У него вот-вот зашла перезарядка, он опять-таки тупит, что-то не успевает отстреляться. Я еще раз выезжаю, ему кидаю. Он опять мимо отстреливается. Хэвик отстал, успел выстрелить только один снаряд в нас. И три снаряда у него по-прежнему остаются в барабане. Но там его особо некуда их реализовать, так как его расстреливают аж целых три машины. Целая беда для него произошла. В общем, мы начинаем вдвоем на него поджевать. Я тут только-только ладошкой под солба стянул, как уже нужно ехать помогать Мише его разбирать. Иначе он зарядит свой чудо-барабан и отправит нас всех в ангар. Но каким-то чудом мы вот так вот бодренько его разбираем и здесь остаемся на нашей замечательной позиции. Казалось бы, ничего особо не произошло. Все произошло очень быстро, но на момент, когда едет на тебя Хэвик сзади и ты понимаешь, что у тебя прочности явно не хватает, чтобы как-то эту атаку пережить, ты начинаешь очень серьезно нервничать. И если бы там не было Мише, я думаю, Хэвик бы спокойно эти все четыре снаряда выстрелил в меня. Да и в принципе тоже мое такое хитрое действие. Поехать вперед, вроде как и на ВТ едем, вроде и получим снаряд, но это все-таки лучше, чем получать барабан. Здесь засвечивается вафля с топовым орудием, я не знаю, это наверное новый мейнстрим. Ну как, ее ж понерфили, может быть оно что-то из себя сейчас представляет, довольно интересно, нужно будет на самом деле попробовать. Недолго думая, у меня есть два фугасика, их заряжаю, 500 единиц урона ей раз влетает. И здесь я понимаю, сейчас так, готовлюсь, готовлюсь, выстрел и быстро вниз. И он попадает в какой-то заборчик, там наверное на кумулятивах, я так и не понял, за все время на кумулятивах он или нет, попадает и заборчик съедает этот снаряд. И мы быстро мчимся к базе, уже разбирать последнего Е3. Казалось бы, столько больших, тяжелых машин, сложно их пробивать, но ребята, если грамотно к ним всем подходить, находить моменты, где мы можем их спокойненько разбирать, обходить их сбоку, сбоку все пробиваются. То есть нужно только подгадать местечко и найти хорошего парнишку. Вот такие вот у нас сегодня разборчики, надеюсь вам понравилось, вот результаты перед вами. С вами как всегда был Никитос, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте, что Паттон это машина прошлого, она шикарна, она интересна. Попробуйте, отрекитесь от этих всех новопризнанных имп и вы почувствуете истинное удовольствие от нашей игры. Всем пока, удачи, лайки не забываем. Субтитры подогнал «Симон»!